Добрый день, у нас сегодня очередной вебинар, обсуждаем текущую ситуацию на Форексе, с вами я Василий Якинкин и компания FIB Group. Традиционно рассмотрим план нашего вебинара, то есть в углове угла ставим фундаментальный анализ основных мировых валютных пар по той простой причине, что примерно 80% транзакций на Форексе заключается, исходя из фундаментальных оценок. Под фундаментальным анализом мы понимаем проведение оценочной стоимости той иной валютной пары, а затем идет сравнение с ее рыночным курсом. Если оценочная стоимость ниже, чем рыночный курс, то считается, что пара переоценена рынком, ее надо продавать. Если же оценочная стоимость выше, чем рыночный курс, то считается, что пара недооценена рынком, ее надо покупать. Все, казалось бы, просто. Дьявол, что называется, в деталях, а именно по какому алгоритму проводить оценочную стоимость той иной валютной пары? Во многом это зависит от глубины вашего потенциального инвестиционного горизонта. Ну, о чем здесь речь? Если инвестиционный горизонт глубок, то лучше всего подходят оценки по паритету покупательской способности. Кстати, по паритету покупательской способности американский доллар серьезно переоценен относительно широкого класса хаткарнси. Практически он в несколько раз переоценен относительно класса валют, развивающихся рынков. В частности, относительно рубля, пара доллар-рубль находится где-то на уровне, по паритету покупательской способности находится на уровне 24. А сейчас, как вы знаете, доллар в районе выше 70 рублей. То есть, видите, в три раза доллар переоценен относительно рубля. Ну, еще про рубль мы сегодня несколько слов скажем, сейчас двигаемся дальше. Если же ваш инвестиционный горизонт гораздо уже, скажем, квартал, месяц, неделю, то лучше всего оценивать по региональным перетокам капитала. То есть, алгоритм действий и оценок здесь довольно прост и шаблонен. Если капиталы из какого-то региона утекают, то в этом регионе валюту надо продавать. Если капиталы притекают, то в этом регионе валюту надо покупать. Ну, частный случай этого торги на Форексе по слияниям и поглощениям компаний. Если в каком-то регионе объявлено слияние или поглощение компании, то валюту этого региона надо немедленно покупать. Ну и, наконец, по фундаментальному анализу можно торговать и внутри дня. Но здесь, как бы, торги сводятся исключительно к торгам по экономическому календарю. Причем мы торгуем в двух независимых, как бы, плоскостях. В первую очередь, это в момент выхода новости мы торгуем на разнице между тем, что ждали и что вышло. И, соответственно, марковские процессы. Моделируем марковскими процессами. То есть, основная характеристика марковского процесса – это процесс с очень короткой памятью. Фактически, формирующийся бар на рабочей развертке он чувствует только предыдущий бар и все. Дальше памяти у него нет. То есть, очень короткая память. Марковский процесс очень краткосрочен. Идет отработка разницы между тем, что ждали и тем, что вышло. На это хватает примерно 30 минут. Причем, основные телодвижения, ценовые, проходят в первые 5-10 минут. А затем к рынку возвращается память. По завершению марковских процессов. И дальше начинается движение уже, которое моделируется, так называемым, постмарковским процессом. Все это можете прочитать в моих книгах. Смысл в том, что бывают очень интересные коллизии на рынке, когда на медвежьем рынке марковский процесс забрасывает цену наверх. И тогда, когда память вернулась, все начинают массово продавать. И наоборот. На обычном рынке марковский процесс забрасывает цену, опускает цену вниз. И тогда, когда память вернулась к быкам, они начинают покупать массово по более дешевым ценам. Вот все. На втором месте по значимости рекомендую ставить корреляционный анализ выбранных валютных пар по фундаментальному анализу. То есть то, что мы выбрали по фундаментальному анализу, нашли для нашего инвестиционного горизонта недооцененные и переоцененные валюты. Дальше относительно них проводим корреляционный анализ. Но суть корреляционного анализа – это поиск взаимосвязей между динамикой разных финансовых инструментов. Ну, например, на Форексе мы все привыкли к тому, что если фондовые рынки растут и индексы растут, то иена под давлением. И наоборот, если фондовые рынки падают, то иена, как правило, в поддержке. Ну, это связано с тем, что рынки акций – это рисковый актив. Поэтому если акции покупаются, это значит, что инвесторы расположены к рискам. Они покупают риски и уходят от относительно безрисковых активов. И наоборот, если акции падают в цене, их распродают, это значит, что инвесторы отвернулись от рисков. Они ищут безрисковые активы. Поэтому на споттеринге Форекс будет покупаться безрисковые активы. Безрисковые активы – это, как правило, валюты фондирования. Сейчас валюты фондирования в мире две – это иена и евро. Ну, еще бывает, некоторые оценивают по-прежнему и швейцарский франк. Вот, поэтому, если нефть падает, акции падают, то иену мы покупаем, к евро присматриваемся на предмет покупки. А если акции растут, как это было сегодня, то, соответственно, иену продаем, доллар иену покупаем. На третьем месте по значимости рекомендую ставить технический анализ выбранных валютных пар. Здесь я не устаю повторять о том, что техническим анализом можно заниматься самостоятельно, поскольку все события на рынке, вокруг актива, они отображаются и в цене. Но, тем не менее, торговать только по техническому аналогу – это завышать риски. Чтобы минимизировать риски, конечно, лучше торговать вот так, как я предлагаю – фундаментальный плюс корреляционный плюс технический. В этом смысле, как бы, я перечислил и по значимости этих способов анализов. Поэтому, если, например, технический анализ и его сигналы индикаторов противоречат фундаментальному, то, как правило, рекомендую считать их сигналы ложными. И опираться все-таки на фундаментальный акцент. Но вот в контексте того, что есть фундаментальный плюс корреляционный анализ, они нам задают направление торгов, и плюс технический анализ, который оптимизирует точки входа и выхода, исходя из анализа графиков, динамики цены во времени, то, соответственно, вот роль тут технического анализа – это сугубо своего рода ручной оптимизатор торгов. Вот особое внимание рекомендую уделять тактике торгов в корритрейд, смысл которой в том, что мы продаем низкодоходную валюту в админ на выкупы низкодоходную. Ну, например, продаем евро, покупаем австралийский доллар. Или продаем австралийский доллар, а покупаем южноафриканский рент и так далее. Вот. Следующий момент – это формирование портфеля. Рекомендую торговать мультивалютным портфелем, то есть портфелем, состоящим из нескольких транзакций, а не зацикливаться на одной какой-то транзакции. То есть депозита должно хватать. Если депозит маленький, то лучше не начинать бизнес на форекс. Вот. Формирование портфеля, качество его играет важнейшую роль в результатах ваших торгов. Здесь есть оптимизация, и оптимизация проходит с помощью коэффициента риск-доходность. Вот этот риск-доходность портфеля должна быть на минимуме. Для этого служит коэффициент шарпа, трейнера и дженса. Коэффициент шарпа и трейнера – это есть отношение доходности, ожидаемой доходности портфеля за вычетом ставки без риска, деленное на риск портфеля. И понятно, что у них разница в оценках риска. В случае шарпа – это сигма портфеля, средне-квадратичное уклонение портфеля, в случае трейнера – это бета-портфель. То есть, другими словами, немножко отходя от математического языка, можно сказать, что в случае шарпа у нас плохо диверсифицированное или недиверсифицированное совсем портфель. В случае трейнера у нас оптимальная диверсификация портфеля до такой степени, что собственный риск портфеля вблизи нуля. Коэффициент Дженсен – это разность между ожидаемой доходностью портфеля и реализуемой доходностью, что называется, по факту. Если это разность вблизи нуля, значит, вы хорошо профессионально формировали и управляли портфелем. Если эта разность большая, то невзирая на знак разности, можно сказать, что у вас много дилетантства в подходе к торгам. Но положительная новость этого в том, что есть к чему стремиться. Если мы говорим о портфеле, то важное место занимает хеджирование портфеля или страхование портфеля. В чем смысл? Ну, смысл в том, что, например, если у нас в портфеле есть позиция buy, доллар, иена, скажем, к примеру, то хорошо бы ее захеджировать в позиции sell, евро, иена. Ну и закончим вебинар основными рекомендациями и выводами. Я вам покажу, включу метод трейдера и покажу точку входа по основным ключевым валютным парам на текущую неделю. Ну, а сейчас все внимание фундаментальному анализу. Ну и фундаментальный анализ я рекомендую вам проводить не самому, а опираться уже на известные наработки, которых в интернете довольно много. Ну вот, в частности, довольно много со стороны кредит с виса. То есть, вчера, например, была публикация о том, что эксперты кредит с виса пересмотрели краткосрочные прогнозы по доллару в шаг. Они ухудшили его в рассущую динамику. И это изменение в их оценках отражает реальное повышение цен. В первую очередь на сырьевые активы, на нефть, на цветные металлы, а также на дракон. А также с точки зрения макроэкономики появилось ощущение того, что китайская финансовая и более широкая макроэкономическая ситуация улучшилась. И что именно сейчас помогает валютам, зависящим от интереса к риску, восстанавливаться, в том числе и валютам блока развивающихся рынков. Краткосрочные прогнозы у них пересмотрены в сторону более слабого американского доллара, но долгосрочное ожидание подразумевает, как и раньше, ослабление товарных валют против американского конкурента. В частности, кредит-свист рассматривает возможность входа в короткую позицию в паре австралийский доллар к американскому доллару от уровня 0.78 и рассматривает возможность входа в длинную позицию в паре американский доллар к канадскому доллару от уровня 1.30 и нижнюю. Смысл в том, что по их ожиданиям в Центробанке Австралии и Канады вряд ли будут долго бездействовать. Но вы знаете, вчера Канада не изменила ставку рефинансирования, 0.5% годовых. Вот. Если их валюты продолжат укрепление стекущих уровней. От ФРС США кредит-свист ожидает двухкратного повышения ставки в 2015 году. Они ждут на конец года ставку по Федфонда, базовую процентную ставку по Федфондам со стороны Федрезерва США на уровне 1.5%. Ну, довольно оптимистический прогноз. У меня ожидания уже как бы снизились на 1.25. Вот. Поэтому еще раз повторю, что они обновили. трехмесячные прогнозы по в частности по австралийскому доллару к американскому доллару. Шорт с точки 0.78 и лонг американский доллар к канадскому доллару с уровня 1.30. Ну, много вопросов по-прежнему остается. как торговать фунтам стерлингов. И в частности фундаментальные эксперты Вестпака советуют занимать шорты в этой паре. И ключевой уровень, с которого хорошо торговать в шорт это 1.45. Если он туда придет. Вот. Обосновывает это тем, что до референдума по вопросу дальнейшего членства Великобритании в ЕС остается все еще больше трех месяцев. Отчетливо глубинный настрой Банка Англии перевешивает позитивную макроэкономическую статистику. Поэтому на взгляд экспертов шансы на получение ставок Банком Англии до конца текущего года довольно невелики. Поэтому рекомендуется шортить фунт доллару. Марк Карни, который возглавляет Банк Лондона, он собственно будет конечно выжидать до результатов референдума о выходе страны из еврозоны. Это и так момент неопределенности, который может усилить заметно волатильность фунта стерлинга. Поэтому добавлять волатильность еще какие-то решения за счет изменения кредитно-денежной политики Банка Англии я думаю он не будет. Сегодня как бы заседание ЕЦБ это по Москве в 15 35 или когда-то от 45 появятся результаты. Соответственно будем ждать. Ну как напомню значит текущее заседание депозитной ставки минус 0,3 процента. Вот многие прогнозируют сокращение еще на 0,2 процента до минус 0,5 в частности эксперты валютные эксперты социальной демире. Вот хотя консенсус прогноз рынка это сокращение депозитной ставки на 10 базовых пунктов то есть до минус 0,4 процента. Второе текущие параметры программы покупки активов это 60 миллиардов евро каждый месяц до марта 2017 года. Структура покупок суверенные облигации ABS цены бумаги обеспечены аксией ECB облигации с потешным покрытием. И в частности вот консенсус прогноз рынка. Здесь в этой области без изменений но есть 60% вероятность увеличения ежемесячных покупок на 10 миллиардов евро до 70 миллиардов евро. В частности соседа дженерал прогнозирует что здесь все останется без изменений. Третье программа трехлетнего TLTRO это Targeted Long Term Recooperation то есть по-русски это операция целевого долгосрочного кредитования. консенсус прогноз рынка здесь без изменений а соседа дженерал прогнозирует продление до 2017 года. Ну и еще страны ЕЦБ надо рассматривать возможность многоуровневой системы процентных ставок на избыточный резерв коммерческих банков. То есть вот консенсус прогноза по этому параметру я не нашел, а СОСИТ прогнозирует возможность внедрения системы ставок подобно той, которая в январе была реализована Банком Японии. Ну вот политику Банка Японии если время позволит мы более подробно обсудим, чтобы понимать где встречать стену и вообще что-то ждет японская экономика. Ну вот в итоге что получается со стороны валютных стратегов СОСИТа Дженера их фундаментальные оценки говорят о том что меры стимулирования которых ЕЦВ должен объявить сегодня не способны постоянно двигать курс евро-доллара вниз. Поэтому эксперты не ожидают что в течение 2016 года будет пробит уровень 1.04 1.05 являющийся минимумом 2015 года. Их ожидания подразумевают что риск выхода Великобритании из состава Европейского Союза не будет реализован. Брексит не будет реализован и мы не увидим по их ожиданиям просадки функций стерлингов на 15-20%. Но вот другие эксперты имеют противоположное мнение. В частности HSBC они считают что Брексит давит на фунт доллар и в итоге ценовая просадка будет вниз примерно 15-20%. А в итоге еврофунт вернется к паритету. По мнению HSBC экспертов валютных референдум по вопросу дальнейшего членства Великобритании заставят инвесторов как следует задуматься о дефицитах в близнецах. И речь идет о дефиците госсектора плюс дефицит платежного баланса. Надо отметить что до сих пор валютный рынок в основном игнорирует эту проблему. Однако по словам главы Банка Англии Марка Карни Брексит может оставить страну на милость чужаков в условиях глобальной экономической волатильности. На данный момент рынок учитывает в ценах 33% вероятность Брекста. Если она вырастет до 100%, то фунт доллар может подешеветь еще на 15-20%. А евро фунт курс до паритет. Ну вот Соседатель Денера считает что ничего подобного не произойдет. И 30% невероятность Брексита она в реалиях не реализуется. Вот что касается товарных валют. помните мы только что говорили что продавать кредит с вес рекомендует товарные валюты они уже сейчас переоценены. Дойча Банк пишет что австралийский доллар против американского доллара движется в отрыве от реальности и советует продавать. Аналитики Дойча Банк считают что укрепление позиции австралийского доллара не обеспечен фундаментально носит неустойчивый характер поскольку идет в разрез с фундаментальными факторами а именно внешние риски в частности страны Китая остаются существенными показатели торговли негативными а инфляция в Австралии низкая при этом ощутимого улучшения обстановки не стоит ожидать и на сырьевых рынках. В банке напоминают напомню это Deutsche Bank что за последние месяцы ситуация изменилась и в аусе и спекулянтов теперь неошутимый нет-то шорт а чистые длинные позиции ну это как реакция на рост цветных металлов на рост нефти в первую очередь да и на рост золота конечно. Вместе с тем американский доллар на фоне роста сомнений в готовности Федрезерва повышать ставки выглядит недооцененным. поступающие данные статистики носят конструктивный характер и в Deutsche Bank видят риски роста ожидания ужесточения политики в Соединенных Штатах страны Федрезерва поэтому в Deutsche Bank считают что рост ауси доллара следует рассматривать в контексте долгосрочного нисходящего тренда и рекомендует занимать короткие позиции от 0.74 со стопом на 0.76 и расчетом на снижение к 0.68.50 ну прогноз почти как у Кризис только они рекомендуют дождаться уровня 0.78 оттуда продавать а нижняя граница у них тоже 0.68 вот кто же рекомендует покупать евро и против чего ну вот в частности я нашел в интернете что БНП Париба рекомендует купить евро но против канадского доллара ну вообще как бы лучше конечно я вот иногда время от времени стою в шерпах против евро новозеландский доллар и евро австралийский а вот против канадского доллара как бы не торгуют вот они рекомендуют наоборот надо в лонг встать против канадского доллара и цель такой покупки 1.55 и зашитный стоп-риказ на 1.45 20 ну вот тон заявления Центробанка Канады вчера был осторожным ставка не поменял и все связано с тем чтобы не способствовать дальнейшему укреплению канадской валюты которая на торгово взвешенной основе укрепилась на 8% с момента январского заседания в то же время стратегии БНП имеют конструктивный взгляд на евро на этой неделе ожидая укрепления единой европейской валюты на фоне сегодняшнего заседания ЕЦБ которые будут пытаться оправдать рыночные ожидания в отношении мер по стимуляции вот видите то есть евро доллар надо оставить в покое если хотите покупать евро то лучше против товарных валют в первую четверть канадского но тем не менее вот UBS рекомендует продавать золото аналитики UBS говорят что нынешние высокие цены на золото выглядят неустойчивыми и фундаментально необоснованно металл явно не находится в выигрышном положении в этой связи UBS рекомендует продавать золото когда цены в ближайшие недели близко к верхнему пределу диапазона банка это 1310 долларов за тройскую унцию и покупать если цены упадут до 1100 долларов за тройскую унцию их 612 месячный прогноз цен составляет 1200 золото торгуется на уровне сегодня выглядели вчера немножко снижалось сегодня торгуется на уровне 1250 плюс минус несколько долларов у серебра отсутствуют необходимые катализаторы дифференцироваться относительно золота на данном этапе все это говорят преимущество шартов перед лонгами на данной неделе повторяем ну вот опрос проведенный среди 48 экономистов проведенное агентством Bloomberg с 26 февраля по 3 марта включительно показал что по их оценкам европейский центральный банк сегодня будет вынужден расширить программу стимулирования экономики после выхода данных показавших возобновление снижения потребительских цен еврозоны почти все экономисты на уровне 98% прогнозируют что ЕЦБ сегодня пойдет на дальнейшие шаги для оживления экономики и примет дополнительные меры для стабилизации инфляции все из этих 98% ждут снижения ставки по депозитам напомню консенсус прогноз на 0,1% а почти 3 части увеличения ежемесячного объема выкупа облигаций то есть опять все ждут повышения на 10 миллиардов евро в месяц до 70 миллиардов сейчас печатный станок включенный печатается каждый месяц 60 миллиардов евро ну я думаю в паре евро доллар серьезно серьезно не будет реакции а вот в курсах особенно против товарных валют если произойдет эффект мультипликации и это наложится на падение товарных цен то конечно евро может отскочить наверх хорошо ну вот что касается рубля да то у нас 18 марта заседает банк россии и общий консенсус прогноза в том что ключевая ставка останется на уровне 11 процентов но я думаю что ну там два варианта по моему мнению либо оставить на 11 процентов либо на 0.5 снизит то есть будет 10 с половиной я думаю что есть шанс довольно высокий что госпожа набиулина преподнесет сюрприз поскольку рубль сейчас тестирует хаи в районе 71 рубль за доллар чуть ниже было перед вебинаром я смотрел то соответственно она рискнет понизить ставку на 50 байзных пунктов на 0.5 процента до 10 с половиной и это все окажет негативное влияние на российский рубль поскольку никто не ждет понижения и рубль стремится вниз конечно поэтому если кто-то хочет переложить переложить часть своих средств в доллары сейчас удобный момент до 18 марта это сделать текущим ценам вот ну и тут хороший фундаментальный обзор со стороны кредит свист о политике центробанка япония рекомендую в интернете найти почитай смысл в том что вот меры которые центробанк предпринимает а именно количественное смягчение и плюс отрицательные процентные ставки это может привести к усугублению ситуации а не к росту там не улучшению экономической ситуации то есть не уход от дефляции не рост потребительского спроса а все может быть с точностью на ворот вот эксперт кредит свист смотрят с осторожностью как выпрямляет скривая доходности по японским гособлигациям между двухлетками и десятилетками и это их настраивает на минорный лад конечно вот и основной их посыл в том что при отрицательных процентных ставках когда ставка по срочным вкладам по депозитам японии тоже находится вблизи нуля многие вкладчики перестанут различать отличия между ставкой до востребования и депозитной ставкой а вот в отличие от срочного депозита ставка до востребования счет до востребования позволяет клиенту в любой момент снимать или пополнять данный счет поэтому соответственно многие будут переходить на открытие многие японцы будут переходить на открытие вот уходить от вкладов срочных и открывать счета до востребования в банках а ситуация здесь может в корне измениться вот в чем дело дело в том что вклады до востребования они должны серьезнее страховаться банками и запасники банки в итоге должны держать валюту для того чтобы хотя бы там если кто-то придет и спросит захочет забрать деньги было чем отдать поэтому как минимум 10% от вкладов они держат на такие случаи да и плюс вклад до востребования там конечно процент гораздо выше там в принципе сейчас по базу третьим четвертым а там уже и пятая база требования банковского надзора в этой области ужесточается там уже как бы нужно будет иметь гораздо больше обеспечения вот то есть фактически деньги заморожены поэтому меньше кредитов будет выдаваться соответственно экономика будет меньше подпитываться ликвидностью и как следствие значит того экономического бума на который расшит на политику количественного смягчения его не произойдет может все произойти с точностью наоборот то есть кредитная база сожмется как шерезь глиниевая кожа как следствие экономика уйдет в рецессию у них и так рецессия и как следствие того роста который они ждут они могут ждать долго не дожду это меня напрягает потому что та же самая ситуация фактически в яйцб а главное в нашем банке мельчине и господин силуанов и представители банка россии начинают высказывается задумываться о том что не начать ли нам количественное смягчение вот доведут ли у нас до того сейчас у нас на срочных вкладов по 20 триллионов рублей держит вкладчики если эти все деньги конечно перейдут на счета до вас требований но примерно такую же сумму коммерческим банкам надо будет иметь от них банк россии потребует чтобы они держали под парами на случай если клиент начнет снимать а таких денег просто наша банковская система не найдет для обеспечения еще раз повторяю счетов для вас требуем просто начнет и рухли начнет кризис уже по-настоящему вот так что вот такие пироги господа с точки зрения фундаментальных оценок давайте сейчас в клубе учим мета трейдер и соответственно опираясь на фундаментал посмотрим основные уровни с которых можно реализовать фундаментальный оценок сейчас я вот идет демонстрация рабочего стола и соответственно первый кросс-курс евро-доллар это соответственно рабочая развертка моя четырехчасовка ну тут мы видим боковой тренд и желание торговать в нижней в нижнем диапазоне бокового тренда вот боковой тренд нам показывает полоса Боллингера она немножко сжал скро кстати после этой коррекции ну я думаю что после сегодняшнего заседания ЕЦБ велик шанс отскочить к верхней границе вот 1.1040 оттуда можно снова продавать но еще раз говорю лучше продавать конечно в евроавстралийском долларе евро-канадский доллар ну тут и так уже тренд довольно сильный вниз да продаем поскольку тут слопы положительные когда продаем этот кросс-курс тем не менее в средней срочке есть еще куда двигаться до 200-го мулинга за уровень 1.40 1.38 тут надо основательно пробить и нижнюю границу полосы Боллингера которая в районе 1.45 находится но тем не менее 150 пунктов вниз еще может пройти вот так что посмотрим как сегодня отразится заседание ЦБ в 15.45 внимательно смотрим за этим кросс-курсом и соответственно за золотом да поскольку золото реагирует на нефть на акции и на динамику доллара конечно сейчас нефть сейчас золото видите вот этот участок снижательный медвежий причем скачок волатильности явно наблюдается и дно к которому тянет рынок это вот соответственно 1237 ну и второе основательное дно это 1198 вот куда еще может сходить но скорее всего нас ждет отскок отскок в район 1275 откуда снова будем шортить что касается кейбла то если ставить на то что реализуется выход из ЕС то конечно надо только продавать и продавать там падение будет 15-20% я с этим согласен но если вероятность выхода начнет уменьшаться то конечно это толкнет вверх 145 откуда снова продаем ну собственно тут даже 146 да вот баланс 147 25 пардон отсюда вот но в средней срочке если реализует дважды реализует подъем ставки базовой процентной платит фондом со стороны комитета по операциям на рынок то конечно надо шортить а не не быть в лонгах в этой паре ну вот собственно доллар иена мы еще не смотрели важнейший крупный курс которым я всегда торгую ну тут собственно ситуация такая неоднозначная и есть шанс серьезной просадки цены вниз тем не менее я традиционно уже 10 лет как торгую только в лонг вот и хеджировая шортом евро иен поэтому сейчас соответственно надо дождаться тестирования балансной линии на рабочей разведке или ниже а лучше уход вот сюда и отсюда покупаем вот но если брать викли то покупать можно просто из текущих уровней видите на дне полосы боллингера но тут показано что 21 муллинг вниз и соответственно как бы тренд родился промежуточные медведи и на этом тренде идет сейчас консолидация несколько недель боковая и возможно что еще продолжит движение в направлении 200 муллингера но я такой сценарий не рассматриваю я все-таки рассматриваю сценарий роста хотя бы балансные линии а затем к верхней границе полосы боли это все реально лишь бы банк японии нам помогал вот вот такие вещи ну собственно сейчас посмотрю какие вопросы дайте пожалуйста прогноз по фунт доллару ну да геннадий вот ну господа удачи вам всем в торгах и соответственно хороших выходных хорошо отдохнуть и до следующей недели возможно меня на следующей неделе не будут я возьму отпуск на неделю там посмотрим ладно удачи всем до свидания